Итак, мы подошли к последнему ряду азбуки Хирагана. Будут идти гласные Я, Ю, Ё, Слог ВА и буква Н. Это последние буквы, которые нам нужно научиться писать. Итак, мы продолжаем, вспоминаем наш алгоритм и переходим к букве Я. Она у нас состоит из трех черт. Посмотрим, как они пишутся. Сначала, как ни странно, у нас пишется не вертикальная черта, а вот эта полузапятая. То есть она идет сначала прямо, а потом мы уходим вниз, заворачиваем, мысленно очерчиваем круг, ставим запытуру. Потом мысленно очерчиваем еще один круг и завершаем написание нашей буквы в полотной вертикальной, чуть-чуть с наклоном чертой. Еще разочек показываю. Раз, два, три. Это буква Я. Следующая гласная, гласная Ю. Она состоит из двух черт и, как мне кажется, немножко похожа на русскую Ю. Если мы сравним, что-то общее есть. Посмотрим, как она пишется. Вот такая длинная черта пишется без отрыва руки. И помним, вот эта точка и вот эта где-то на одной линии, эта и эта где-то на второй линии. Раз. Опять же, совершаем мысленно круг. Здесь начинаем давить на ручку. И вторую черту ставим, как бы перечеркивая вот эту часть букв на две части. Еще разочек показываю. Буква Ю. Как только вы приписали ряды, закрепили обе эти знака, я предлагаю вам записать следующие слова. С использованием как новых букв, так и тех, что мы учили ранее. Яма – гора. Юме – мечта. Ясай – овощи. И юки – снег. Все слова очень простые, короткие. Я надеюсь, все у вас получится. Как только вы запишите эти слова, вы можете нажать на следующий кадр и проверить себя. Яма – юме – ясай – юки. Надеюсь, у вас все получилось. Следующий знак – это знак Ю. Как ни странно, он начинает писаться с этой маленькой черточки. Не с основной, но более большой линии, а с маленькой черточки. Пишем мы ее как бы от середины в бок. Раз. И потом ставим вторую черту, которая, в принципе, у нас встречалась уже во многих буквах. Вот, помните, Ха, да, мы писали там Хо. Вот этот элемент, он повторяется. И помним, что основной заквозкой этого элемента – это вот закончить вот в этом месте и не дать руке пойти куда-то вверх. И мы переходим к написанию одного из последних знаков Хираганы – это знак Ва. Поскольку мы уже выучили достаточное количество букв, мы видим, что, по сути, этот знак состоит из двух знакомых нам элементов. Начинается он писаться, как мы начинали писать букву Ре или букву Ну, а заканчиваем так, как мы писали Ме. Вертикальная черта, и на нее нанизывается вторая черта, которая заканчивается плоско. Помним, эта точка и эта примерно на одной черте, эта точка и эта тоже примерно на одной черте. То есть, как бы, буковка вписывается в такой квадратик. А помним, я думаю, что вы уже спокойно ее напишите. Как только буква прописана и закреплена, пишем следующие слова, проверяем себя. Юру, вакай, йовай, вани. Как только напишите, проверяем. Юру, вакай, йовай, вани. И последний знак Хирагана, который нам нужно пройти, это знак Н. Посмотрите на него. Я думаю, что он вам сразу напомнит букву Э. Помните, когда мы писали Э, мы ставили сначала точечку, потом начинали как единичку, а затем следовал элемент, в точности повторяющийся букву Н. То есть, если первый элемент мы уберем, то вы без проблем напишите букву Н. Это последняя, завершающая буква алфавита Хирагана. Теперь мы можем написать следующие слова. Минна. Все. То есть, вы пишите Ми, пишите Н, а потом пишите знак На. У вас получится Минна. Инки. Чернила. Щинба. Мих. Сэнтаку. Выбор. Попробуйте. Если написали, проверяем. Минна. Инки. Щинба. Сэнтаку. А теперь ставим кадр на паузу и пробуем прочитать следующие слова. Сначала самостоятельно, а потом со мной. Готовы? Вакару. Цуюи. Ятай. Ваташи. Йояку. Якусоку. Яворакай. Уверена, что у вас все получилось. Теперь вы знаете все знаки Хирагана. Я вас поздравляю. Я вам понравилось. Попробуйте. Я думаю, что у вас все получилось. Я марш. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Я тебя поп辞аю. Продолжение следует...